Китайская кухня 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 Почему мы это сделаем? Потому что мясо при короткой обжарке должно впитать вкус соевого соуса. Он очень насыщенный. Если же мы это не сделаем, то есть не обжарим предварительно цыцанию, а сразу закинем ее в мясо, то она выделит много воды. Получается, что вкус ингредиентов не смогут соединиться. И от соевого соуса толку не будет тоже. Мы сначала обжарим стебли, а потом мясо. В процессе обжаривания добавим соевый соус. Когда мясо напитается вкусами, мы вывалим к нему это и будем жарить вместе. Я поняла. Сначала обжариваем овощи, потом достаем их, обжариваем мясо, после этого опять забрасываем туда овощи и жарим вместе. Да. Так, а теперь посмотрите на этот кустарниковый перец. Кому-то он может показаться острым, но мы все же добавим его. Ферментированные бобы можно не добавлять. Ясно. Но если они у вас есть, я все же советую их добавить чуть-чуть, а мы просто добавим немного красного перца. Понятно. Так, вливаем немного масла, много не лейте. Сначала обжариваем овощи, мастерши только что говорил об этом. Да. Мастерши, ну мы ведь много нарезали овощей, а масла совсем чуть-чуть. Да. В ресторане это все пришлось бы еще промасливать. С этим промасливанием столько мороки, нужно потом процеживать масло и так далее. Жарить овощи в масле это в принципе плохо. Они теряют питательные вещества? Да, это плохо. До какого состояния их надо обжаривать? Пока они не станут мягкими. Стебли водяного риса готовятся очень быстро. А что насчет спирального перца? Его надо долго жарить? Нет, он готовится еще быстрее. Серьезно? Вообще, если он посветлел, значит уже готов, просто еще не напитался приправами. То есть так уже нормально? Да. Если мы добавим чуть-чуть соли, овощи подсохнут. То есть в процессе обжаривания овощей можно добавить немного соли? Да. Мы добавляем йод для того, чтобы овощи поскорее приготовились? Да. Светсанья выглядит суховатой. Вообще она очень быстро прожаривается. Точно. Наверное, нужно еще немного подсушить. После обжарки цицанья вкуснее, чем после обваривания. Во втором случае в овощах будет много воды. Так, выкладываем это в тарелку. Овощи мы уже прожарили. Видите, они у нас уже готовые. Да, уже чувствуется аромат цицанья. Сейчас будем обжаривать мясо. Ни в коем случае не перелейте масло. Обжаривать мясо надо правильно. Как именно? Следите за тем, что я буду делать. У мяса сейчас очень резкий запах. Почему блюда в ресторанах такие вкусные и в то же время не слишком жирные? У них есть один секрет. Сейчас я вам его раскрою. Масла должно быть совсем чуть-чуть. Они льют мало масла. Это и есть секрет ресторанных поваров. Мы тоже можем готовить дома, как в ресторане. А что будет, если мы сейчас добавим сюда сою? Мы все испортим. Здесь будет одна вода. Поэтому нам надо, чтобы ужарилось все сало. Вообще этот сок, видите, на самом деле это жир. Как вы думаете, если мы вот так пожарим это блюдо, оно будет вкусным? Конечно же нет. Вот именно. То есть вы нам сейчас показали, что... Да. Многие думают, что дома можно и так пожарить. Но почему так получается невкусно? Я только что вам говорил, что если жарить все вместе... Мы ведь не убрали запах мяса. Видите, сколько здесь масла? Да уж. Я ведь добавил совсем немного масла. А сколько получилось воды? Поэтому не лейте много масла. Потом вам все равно это процедить придется и вылить. Чувствуете запах? Я только и хотела об этом сказать. То есть сначала мы жарим, чтобы из мяса вышел сок. Да. Дома мы можем взять часть постного мяса, сначала обжарить жирное, потом этот жир слить, потом добавить чуть-чуть масла. Обжарить в нем постное и жирное мясо вместе и в конце добавить овощи. Это тогда мы уже жарим так, чтобы масло шкварчало. Да. Ну а теперь приступим к следующему этапу. Масло вливаем немного, потому что оно у нас будет шипеть. Да. Там ведь еще и сало. Поэтому совсем чуть-чуть. Это у нас уже вторая обжарка мяса. Да. А теперь мы к ней приступим. Сегодня у нас очень интересная технология приготовления. Сначала мы удаляем сок мяса. Я ведь хочу научить вас готовить, как в ресторане. Так что не надо торопиться, чтобы быстрее все прожарить. Да. Так, сначала мы закидываем сюда вот это. Получается, что если мы сразу возьмем филейную часть свинины, то это стадия. Нам не понадобится. Но без сала будет невкусно. Да, это точно. Мы готовим мясо с прожилками сала. Видите? Но сала уже нет. А мясо не пригорает. Да. Закидываем красный перец. Сейчас надо ждать, пока из мяса выйдет жир. Добавляем рисовое вино. И соевый соус. Я его пролила. Ничего страшного. Посмотрите, теперь на цвет мяса. А соус лаучоу добавлять не надо? Чуть позже. Теперь куриный экстракт. Отлично. Если у вас его нет, ничего страшного. Устричный соус. Видите, какой цвет? И масла совсем чуть-чуть. Точно. Видите? Цвет стал другим. Закидываем сюда овощи. Сейчас их уже можно обжарить вместе. А вообще уже можно готовиться выкладывать блюдо. Главное, не передержать его. Да, давайте тарелку. Оно у нас уже готово. Видите? Все. Как вкусно пахнет. С ферментированными бобами было бы еще лучше. Да. Жареная свинина со стеблями водяного риса. Правильно. Добавьте ростки чеснока, будет свинина с ростками чеснока. Добавьте ретку, будет свинина с редькой. Шучу. С корневищем все-таки будет вкуснее. Да, это очень вкусно. Точно. Оно хорошо идет к рису. Вся страна это любит. Теперь вся страна будет его еще готовить. Точно. Лично меня сегодняшний рецепт удивил тем, что мясо мы обжариваем в два захода. Да, иначе останется запах. Точно. А теперь давайте вместе повторим рецепт этого питательного блюда. Прежде всего почистите стебли водяного риса и нарежьте их ромбиками. Отбейте спиральный перец и нарежьте его на кусочки. Тоненько нарежьте мясо и мелко порубите кустарниковый перец. Влейте в сковороду масло. Когда оно нагреется, обжарьте в нем цицанию и спиральный перец. Как только овощи станут мягкими, посолите их, перемешайте и выложите на тарелку. В другую сковороду влейте немного масла, закиньте мясо и обжаривайте его до тех пор, пока из него не выйдет сок. После этого мясо необходимо процедить. Снова влейте в сковороду немного масла, забросьте в нее лук, имбирь и чеснок и начинайте обжаривать мясо. Добавьте красный перец, рисовое вино, соевый соус, куриный экстракт и устричный соус. После этого закиньте овощи и обжарьте еще немного, перемешивая. Я даже не ожидала, что из мяса выйдет столько сока. Это был сок вместе с маслом. А если этот сок не выливать, а оставить в сковороде? Я уже сказал выше, что если закинуть все сразу, то будет сплошная жижа с резким запахом мяса. Поэтому дома и не получается вкусно приготовить это блюдо. А это вполне возможно. Просто надо знать как. Потому что дома мы жарим один раз. Да, моя дорогая, потому что мы жарим один раз. Обязательно запомните этот важный момент. Такие советы редко где услышишь. Кроме этого блюда, вы для нас приготовили еще кое-что. Да. Тогда давайте послушаем мастера Ши еще раз. Сегодня в рубрике «Лакомые советы» мы расскажем вам, как готовить нежный и питательный омлет. Для того, чтобы его сделать, вам понадобятся яйца и молоко. Готовится он очень просто. Разбейте в чашку одно яйцо. Влейте к нему молоко в соотношении 1 к 2. Тщательно перемешайте, снимите сверху пузырьки и закройте пищевой пленкой. Когда из пароварки пойдет пар, поставьте в нее пиалу с омлетом и готовьте его на сильном огне 8 минут. Субтитры создавал DimaTorzok